Вам, наверное, не интересны мои влоги, но мне поебать. Я просто спит чью-то портфель Глова. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. У Вишневского день рождения. Ему сегодня 18. То есть у Черновицкого. Данилов! Свою народу! Эй, эй! Давай, 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 давай! Четыре утра на часах. Мы уже летим на бита. Она шепчет, что такая. В то время я думаю, но в их никто. Смысл ебан! Ууу! Четыре утра на часах. Корень на смерти, быть может, ты бишься. Самый свежий. Ты поможешь, ты должен быть в мотоком. Просто не молчи, молись, пока твоя сука будет тянуть меня ввысь. Прошу, не бесесеясь, ведись, не ведись. Молись, не молись, найди, стане, возьми за голову. Че там ходишь? Вылетай, я с балкона после первого патрона. Извините, папа, мент. Вы зашли не в тот момент. Госик, вам еще зайду. Тюрьму я тебе не надо, пей мать чебель из лимонада. Заскрыт. Ту же сука, не ЛДЖЕЙ БАКСЕМ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спят усталые игрушки, книжки спят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться, Ты ей пожелай мою плачь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы проводим инспекцию По холодильнику. Морозильнику. И набираем все вот сюда. Покажи, вот куда мы набираемся. Кто-то принес это сюда, а мы уносим это отсюда. Здесь в морозилке очень богаты замороженными продуктами. И мы подумали, что если мы одолжим эти продукты у хозяев, Они, наверное, будут рады. Но, типа, почему нет? Мы очень надеемся, что... Вишневскому не придется за это все платить. Если придется, мы ему отдадим обратно мясо. Хотя он мясо не ест. О, Боже. А, нет, это... Короче, вам, наверное, не интересны мои влоги, Но мне поебать. Я просто спиделил чью-то портфель Глова. Мы спидели из квартиры куча мяса, Крылышек, ножек, ляшек. И едем просто домой с этим всем. Почему нет? Что, садитесь, лезьте в... Глова, это реклама Глова. Вы можете заказать себе еду, Но, блядь, она как раз у меня. И последний вопрос. Что мне делать с этим ебучим ящиком Глова? Напишите в комментариях, Может, вы хотите там, типа, его разыграть, Или сжечь его, или насрать в него, И оставить где-то на улице, Может, кто-то подберет и кому-то доставку принесет. Короче, в комментариях пишите, Разберемся с ним. Этот. У нас дома закончилась еда, И мы сейчас идем в магазин. Вот. Только я своим девушкам... Одну покажу. Своим девушкам не сказала, Что у меня закончились полностью деньги, И наш бюджет составляется... Сейчас, секундочку. У меня только остались заначные деньги. Это 200 гривен. Ну, типа, мы сможем дожить до конца месяца за 200 гривен? Да. Просто я все деньги закинул в FTC до конца месяца. А там чем дольше, тем больше потом будет. То есть нам нужно потерпеть до 28 числа, А там будут золотые горы, красная икра, И все будет хорошо. Что мы... Любимая. Что мы купим на эти деньги? Просто, блин, я как-то... Я не знаю, как так получилось, О чем я думал. У меня в приват-банке 2 доллара и 9 гривен. Мясо есть в холодильнике? То, которое мы украли? А, то, которое мы украли, мы уже съели. Хорошо. Ну, если честно, я рад. Не, мне, конечно... Я не рад тому, что я как кормили с х**ой. Но мне нравится то, что нет денег, И ты начинаешь как-то мыслить по-другому. Ты не зажираешься, как... Ну, короче, тебе просто как в хостеле. А у нас есть один пакетик. Ну, один пакетик и растянет. Суп добавить. Кстати, очень хорошая тема. Такси, на которых можно ездить в долг. Мы сейчас будем домой ехать на такси в долг. Она будет у меня в минус. А завтра надо будет ехать к битмейкеру на другом такси. То есть я поеду на Балте сейчас домой поедем, а на Убере поеду завтра к битмейкеру. А обратно как-то буду... По спитке макароны. Хочу... Сайва, блядь. А теперь вопрос к девушкам. Вы бы приняли такого парня, как я? Ну, были бы со мной в отношениях и жили бы со мной, если бы у меня было вот только 200 гривен на 3 недели для прокормления. Потому что говорят, что все девушки любят бабки, богатство и популярность, а у меня как бы сейчас ничего нет. Но я чувствую себя максимально свободным и мне от этого охуенно. Кстати, похудею. Некоторые публичные персоны там худеют, потому что сидят на наркоте. А так как у меня денег не то чтобы на наркотики, а даже на еду нет, как раз заодно и похудею, чтобы снять клип, и чтобы в клипе выглядеть очень даже красиво. Так, слушай, я мог бы себе позволить. В смысле? Мы за мои деньги будем жить. Все, дивися, картошка, все. Солнышко, дай я тебя обниму. Нет, да дай тебя обниму. Да я тебе не показываю. Дай я тебя обниму. Я просто стыдно. Знаете, 200 гривен в кармане. Не каждая захочет обниматься. Я обязательно раздобуду денег, и у нас все будет в шоколаде. Но сейчас у нас может быть только в шоколаде сама знаешь каком. Но пока что будем обходиться таким, а вскоре у нас все будет. Я сейчас что-то намучу, придумаю. Мы, кстати, уже о детях вздумываемся. Уже сколько? Пару месяцев. Стоит рожать ребенка или нет? Как думаете? Дорого стоит. Дорого стоит, говорит. Слушайте, вы слишком... Это будто 200 гривен, я не знаю, прошлого века. Это обычные такого года. 200 гривен 14-го года. Как раз именно в 14-м году я тоже жил в хостеле. Возвращаем былое. Начинаем. Сначала строим империю. Начинаем все с нуля. Забываем старое. Переходим к новому. Только так все и будет. Итак, мы купили багет, селедка, гранат и картошка. А, да? Мы же съебали. Ну, держите, сейчас я схожу. Да сейчас я приду. Купил я воду и держи, зайчик, это тебе. На последний грош. Но мы скоро разбогатеем. Вы охуеете. Мы будем, блядь, с ведра икру жрать. Будем, блядь... А что еще едят те, у которых куча бабла? Лобстера будем жрать. Пихать их все в сраку от того, что уже в рот не лезут. Хорошо, я тебе куплю лобстера. Будет у тебя домашний лобстер на поводке. Вместо моего лобстера пока что мы им перебиваться. Извините. И всем по... Да, кстати, у меня сейчас седьмой айфон. И всем покупаю... Ладно. Короче, много пиздить не буду. Все говорят, что я делаю. Давайте, скоро увидите. Все будет. Нужно просто подождать. Из крайности в крайности. Помните ли, это у меня влог выходил там, где я показывал, как бы смог прокормить девушку в любой ситуации. Что даже с мусорки можно найти, чем покушать. Сейчас. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, ебать. Фу. Воняет, конечно. Ой, не, это бумажки срательные. Фу. Блять. Вспомнил детство. Что? Блин, сейчас же лето, оно же все киснет, воняет. Ну, я что должен тебя найти? Подожди, подожди. О, как минимум... Как минимум, это лучше, чем ничего. Я тебе говорю, что если бы нечего мне было кушать, я бы вот как раз бы это и ел бы. Так что, можно считать, что я бы тебя прокормил бы. Вот, так что со мной не пропадешь. Я просто спрашивал там, типа, у женской аудитории. Были ли бы они... Были ли, были ли они... Были ли, были ли вы бы со мной, если бы... У меня было только 200... Ну, у меня уже не 200 гривен там. Так что, тёлки, кто на меня? Он договорился. У меня очень злая бывшая... Ой, стоп, извините. Просто ты однажды была бывшей уже девушкой. Просто мы вчера расстались на 5 минут. У меня очень злая будущая девушка, потому что она всех тёлок хочет от колена головой, которые мне пишут. Поэтому, если мне пишите, пишите аккуратно, чтобы вас не спалили. Короче, девочки, Киев, нет времени объяснять. Просто напишите мне вот сюда. Мне срочно нужны девочки для съёмки. Прям вот на вчера нужно. Прям вот срочно, прямо сейчас ты сидишь, смотришь, запихаешься пирожками, печёночным тортиком. Насрать вообще. Просто как можно скорее напиши сюда, потому что для съёмки нужны девочки. В следующем влоге узнаете, зачем, почему и как. Просто пиши сейчас и всё.